Приветствую зрители и подписчиков моего канала, это канал Lexanplay. Мы продолжаем играть в мод ТВР за Великобританию, за Рэба Баттлера, за консерваторов. Все как обычно. И в прошлой серии мы полностью прокачали ветку первого срока консерваторов и назначили новые выборы. Уже началась избирательная кампания. В прошлых сериях также мы экономику полностью модернизировали, перешли на современную экономику, на потребительскую экономику. Также восстановили гражданскую промышленность, расширили производственную базу, расширили экспортные возможности. Сейчас укрепляем военную промышленность. Вот. Вот такая вот ситуация. По поводу Германии я сейчас читаем и немножко посмотрел, что там у нее. Короче, 100 дивизий у Германии сейчас. 100 дивизий, 2000 где-то самолетов. У нас 4000 мы происходим. Ну да, флот, конечно, тоже не маленький, но ничего. Мы совладаем, я думаю, с ними. Потому что у нас еще флот американский будет. Так что мы, в принципе, вынесем Германию. По флоту, по авиации точно. По дивизиям, в принципе, тоже. Потому что, как бы, у нас дивизий у всего Альянса намного больше. Вот. Вот. Но, в принципе, мы готовимся к войне с Германией, которая может начаться. Самый хороший момент вмешательства был бы тогда, когда Германия пошла бы на Советский Союз вновь. Это было бы хорошо. Но я не знаю, пойдет ли он вообще ШПР в Советский Союз. Есть ли у него такая возможность вообще? Так. Может, у него вообще такой возможности нет. Он просто будет сидеть, дальше проводить реформы. Он вышел, кстати, в малые реформы. Статус-кво все-таки он взял. Так что вот так. Не знаю, что вообще будет. Тут он комиссариат, например, не может освободить. И тратит многие войска, много людских ресурсов на гарнизоны. Ну, ладно. В этой серии мы проведем новые выборы. Посмотрим, будет ли новая веточка у консерваторов. Ну, и также будем прокачивать, естественно, экономику, торговлю вот эту. И уже надо, в принципе, заняться армией. Взять британскую армию, например. Сюда уже выходить. Флот уж в самом конце будем трогать. Вот армию. Хорошо бы армию прокачать и авиацию. И тогда будет хорошо. Вот. Все. Желаю вам приятного просмотра. Также, конечно же, лейбористы начинают свою кампанию. И мы будем бороться против них. Кстати, у них, кстати, сейчас 307 мест. Но для большинства необходимы 313 мест. Пока, слушай, они даже побеждают. Плохо. Нам надо как-то с ними будет бороться. Так. Лейбористы атакуют нашу репутацию. Но тут я читать вот это все зачитывать не буду. Время тратить. Поэтому, кому интересно, почитайте на паузе. Так. Применьшайте значение. Так. Ну, давай сохранимся, но попробуем отражать их атаки. Все-таки они припоминают нам только прошлое. Но в этом ивенте. Но не говорят о том, что мы сделали уже. Поэтому давайте отражать их атаки. Так. Труд добиваются успеха. К сожалению, лейбористы добились определенного успеха. Вопрос. Но зато наша контратака работает. Наши попытки изменить нарратив, уклоняясь от проблемы, и нападая на радикализм и экономическое достижение лейбористов, вначале с успехом. Мы успешно изменили ситуацию и добились успеха в вопросах. Отлично. Так. Значит, сколько теперь у нас? 300. Отлично. Это хорошо. Великолепно. Тем временем, Берманский Союз хочет присоединиться в ООН. Мы, в принципе, принимаем. Я проголосовал за. Батлер подвергается нападкам как слабый. Он не может контролировать свою собственную партию. Как он может контролировать страну? А, ну это то, что, в принципе, тут ивенты те же, которые были на предыдущих выборах. Ну, это, конечно, угарно. Смешно. Ну, нифига он не слабый. Он много чего сделал, каких реформ. Почему он слабый? Вот тут, конечно, такое себе. Могли бы ивенты немножко другие сделать. Так, давайте объявим либористов экономической некомпетентности. Тут сколько? Плюс 7. Да, давай. В общем, вот так вот. Так им и надо. Теперь у нас 302 места. Это хорошо. Потом что мы можем? На либералов я не хочу атаку делать. В принципе, можно продвигать консервативные ценности. 307 уже мест. Атака на разобщенность трудящихся. Давайте обещание налоговых и льгот. И подчеркнем единство и силу партии. Все. 318. Вот так вот. На разобщенность давай атаку. И заключительную, в принципе, кампанию проведем. Все. 332 места. Атаку на либералов проводить пока мы не будем. Смысла в этом я не вижу. Так. Скандал с депутатом. Вот это такое себе. Ну давайте попробуем это скрыть. Попробуем это скрыть. Ага. Ну финальная либористская кампания. В общем, они последний рывок какой-то сделали. Но им это не поможет. Потому что у нас мы набрали больше всего мест. Так что они не выиграют. Так. А вот и всеобщий выбор. Завершаются. Вот результаты. Ну и победа консерваторов. Подступлением голосов становится ясно, что правоцентристская консервативная партия получила большинство мест. Теперь она приступит к формированию нового правительства, изложенного в своей повестке дня. Изложение в своей повестке дня. Окей. Новая глава Британии. Ну как бы это переизбрание на самом деле. В общем, либористы, либералы становятся частью оппозиции. В общем, вот так. Новая Британия. Второе правительство баттля. И фокусы что у нас появляются? Нет. А, есть. Да. Твердая власть. Прогрессивно-консервативная повестка дня. Но мы тут уже так быстро бежать сюда не будем специально. Быстренько. Мы, короче, после вот этого фокуса на военку пойдем сюда. Твердую власть возьмем. А потом пойдем все-таки в британскую армию тоже. Твердая власть. Баттлер уже отразил вызов внутри консервативной партии со стороны своих оппонентов. Но когда его позиции ослабли, он назначил новый выбор. Это окупилось. Предоставил баттлеру еще одну солидную победу и мандат на управление. Теперь, когда с конкурентами, с его собственной партией и других партий покончено, он прочно у власти. Возможно, впервые может начаться остальная часть его повестки дня. Окей. Так, кстати, давайте посмотрим наш парламент. В общем, 332 места у нас. В общем, да. В общем, правительство большинства. Ну, так вот. Либераловская партия 274 места всего лишь. Либералы 19 набрали в этот раз. Твердая власть. Баттлер уже, в общем, отразил вызов внутри консервативной партии, победил оппонентов. Загрор волшебного круга не смог собрать голоса, чтобы отстранить его от власти. Однако, когда его позиция слабая за близкую разрыву, он рискнул назначить новые выборы, победил на них. Эта авантюра к облегчению Баттлера и его сторонников окупилась. Теперь, когда соперники, в общем, были побеждены, он может продолжить свои реформы. Работа начнется, когда Баттлер встретится со своим новым кабинетом и обрисует, как превратить свой предвыборный манифест в конкретную реальность. Кстати, напишите в комментариях, у нас был другой кабинет министров или нет. Алик Дуглас Хоум, у нас, значит, министр иностранных дел. Питер Торникрофт, старый юрист, в общем, глава правительства, по-моему, поменялся, кстати. Дэвид Макселл Фаев, у нас министр безопасности. Министр экономики Эдвард Хитт. Скорая строительство инфраструктуры и эффективность производства плюс 3. Ну, ладно, не так уж плохо. В принципе, мы строим инфраструктуру, поэтому нам это важно. Также решил 5000 винтовок отправить. Вот. Нашим товарищам в России, демократам. Также принц противотанковый. Не знаю, но, кстати, тут особо противотанковое не надо. Танков особо нету. Хотя есть. Почему? Давай тогда 2000 еще противотанковое оружие отправим. В принципе, почему бы и нет. Один раз. Ну, в общем, пока вот так. Ну и, в принципе, можем 1000 грузовиков просто отправить. То снабжение, что-то они там страдают по снабжению. Поэтому 1000 грузовиков еще отправим. В общем, держите. Петерим Сорокин. Надеюсь, вам это все-таки поможет. И вы, наконец, затащите. Итак, через 5 дней еще деколонизация Нисселэнда пройдет. Но она должна положительно в нашу пользу пройти. Поэтому волноваться не стоит. То есть, они, понятное дело, получат независимость. Но будут пробританскими. Также завершена модернизация автомагистрали. Только я не понимаю. Это неудача тут пишет. Что, типа, они просто не восстали. То есть, не получили свою независимость. Так как мы за них тут работали. Странно, не понял. То есть, они, наверное... А, ну, наверное, мы так сделали, что они не получат независимость. Так как мы там влияние свое распространили. Наверное, так. Теперь можем начать строительство М6. Бирмингем, Ливерпуль. Дороги. Автомагистраль. А, нет. Южная Родессия заявляет о своей независимости все-таки. Все-таки заявляет. Окей. Просто они будут... Так. Транска империи раздвигается на 5% в сторону Крах империи. Или стоп, или нет. А, вроде нет. Наоборот. Да. Вселение безопасности в Северной Родезии. А, вот. Южная Родезия. Ну, а намурионетка наша. Неплохо. Это не так уж и плохо. Так, британская армия. В общем, прочитайте на паузе, кому интересно. Тут, в принципе, рассказывается просто об истории армии. Армии. Сейчас давайте возьмем дальше экономику. А, стоп. Один следующих фокусов должен выполнить. То есть мы сюда пока выйти не можем. Вот эти приоритеты торговли США наставить на преференции. Содружество. Угу. Сюда, чтобы мы вышли, надо все это делать. То есть сюда наставить на преференции Содружества нам не нужно. А, то есть, подожди, отдайте торгов... То есть нет, можно все-таки настаивать на преференции Содружества, либо дайте прийти торговлю США. Понятно. То есть это можно. Необходимо все из этого. Ну, то есть, короче, либо это, либо это. Ну, ладно, тогда поиск новых рынков возьмем. Как и во времена Наполеона и континентальной системы, рынок материковой Европы, основной пункт назначения прибытия нашей торговли до войны, был отрезан от нас нацистским захватом континента. Это стало важнейшим фактором, вызвавшим наши недавние экономические беды и усугубившись торговым дефицитом. Чтобы исправить этот продолжающийся кризис, вернуть нашу экономику на путь истинной, как-то как-то срочной перспективе, среднесрочной перспективе, нам следует искать новые рынки для сбыта наших продукций в других местах. Начинает процесс поиска новых торговых сделок. Все события, поиск новых рынков. Поиск новых рынков. Как и во времена... Так, ладно, это мы читали. Чтобы, короче, исправить этот продолжающийся кризис, вернуть нашу экономику на путь истинный, как-то как-то срочной, среднесрочной перспективе, нам следует искать новые рынки. А, блин, вот, тоже то же самое, то, что мы читали. Тут вообще тогда нахер этот ивент нужен, если это тот же текст, то, что был в фокусе. Странно. Ладно, давайте тогда возьмем прогрессивную консервативную повестку дня. Баттлер долго время был прогрессивным консерватором в душе. Во время своего первого срока он продвигал реформаторскую повестку дня, хотя ему пришлось идти на сложные компромиссы с более консервативными голосами в партии Тори. Теперь, когда его позиция сильнее, чем когда-либо, и он выиграл выборы в беспрецедентной реформистской платформе, у Рейтси теперь есть мандат на разработку прогрессивной повестки дня, которую Баттлер всегда хотел. Так, под его руководством правительство изложит тот тип прогрессивной программы, которую всегда хотел Баттлер. Дальнейшие реформы в образовании, умеренный путь в отношении инфляции, денежно-кредитной политики, а также крупные социальные реформы, социальные реформы в системе уголовного правосудия находятся на повестке дня, поскольку премьер-министр Баттлер готовится наконец добиться того, чего он хотел. Новое начало. А теперь дальше армия, пересмотр армейских доктрин. Бывая, готовность на 2% увеличится. Единственное, мне обидно, что в республике Замбии там африканский социализм, как бы. Хотя там тоже был довольно высокий уровень пробританской позиции, как в Родезии. Но ни хрена. И теперь там коммунисты. Обидно. Обидно. Сейчас, кстати, баттл идет за Красноярск. Может, сейчас американцы возьмут Красноярск и Жуков капитулирует. Так, у нас появились новые решения по поводу торговли. Вот так, всякие торговые переговоры можно с Бразилией попробовать сделать. Да, давай. В принципе, наверное, Бразилия согласится. Аргентина, ну там военная диктатура. Ну давай попробуем. Ради прикола это сделать. Германия начинает новую агрессию. На этот раз нападает на Словакию, на Словацкую республику. Очень жаль. Консервативный либерализм там. Очень жаль. Что мы не можем их спасти. Так, давайте укрепим связи с США. Наш новый союзник в Соединенные Штаты является крупнейшей экономикой мира. Их промышленная мощь и экономическое процветание сейчас практически не имеют себе равных в мире. Если мы хотим повысить наш собственный экономический рост, одно из первых направлений, на которые мы должны обратить внимание, это позитивная торговля с более широкими... или более широкими экономическими отношениями с Соединенными Штатами. Придет. Событие визит США. Ну и политка на 30 сменится. Окей, давай. Отлично. Аргентина принимает наше соглашение торговое. И Бразилия тоже принимает. Это хорошо. Это замечательно. У нас, кстати, уровень национальной мобилизации 96%. Дальше мы все, наверное, уже только по фокусам, в принципе, на войну возьмем. Политку сейчас вливать в это не будем дело. Пока вот так, короче. Замечательно. Это очень хорошо. Торговля у нас тоже улучшается. Визит в США. После падения Франции с Ньон Штат, безусловно, были ближайшим союзником Великобритании за пределами Содружества. И если бы не американская поддержка, сомнительно, что Британия смогла бы выдержать экономический шторм, который был отрезан от европейской торговли. Теперь в попытке еще больше углубить связи, премьер-министр Рэп Батлер посетил США с небольшой, но краткой свитой, встретившейся с президентом Кефовером в Вашингтоне в Нью-Йорке. Однако, помимо фотосессии и осмотра достопримечательностей, были намечены важные дела. Экономическая поддержка США помогла Великобритании пережить худшее из-за того, что было до сих пор. Но в попытке добиться надлежащего экономического становления, Великобритания предлагает политику углубления взаимовыгодных экономических связей. Дипломаты с каждой стороны Атлантики неофициально обсудили планы будущих экономических отношений, за закрытыми дверями, прежде чем британская делегация отправилась домой. Англо-американские связи важны для обеих сторон. Это точно. И, к сожалению, у нас задержка строительства трассы М6, но мы примем задержки. Так, дальше давайте, наверное, что-то тут же взять. Ну, давайте возьмем под контроль денежно-кредитную политику. По мере того, как мы движемся в борьбе с инфляцией, мы должны взять под контроль денежно-кредитную политику. Монетаристов успешно обуздали, они были правы в некотором отношении относительно необходимости борьбы с инфляцией. Нужно провести переговоры с Банком Англии и провести их в соответствии с нашим экономическим видением. Южная Африка запрашивает передачу судов. Ну, ладно. Давай отдадим. Пофигу. Что там в Бирме? Бирманский союз немножко изменился. А, ну, либеральный социализм все равно остался. Интересно, интересно. Просто перевыборы, наверное, произошли. Или официальное просто название теперь поменялось. Цвет зеленый стал просто. Закончилась гражданская война. Блин, а, кстати, в Лаосе так и продолжается гражданка. Что-то они не могут по Тет Лао победить. Давайте отправим Ленд-Лиз какой-нибудь им. Так, также поможем Вьетнамской Республике. Да, там военная диктатура. И они про-китайские. Но лучше помочь им, чем коммунистам. Тут им пять тысяч отправим. У них тоже тут восстание. Здесь все-таки тут еще Хошимин. На юге сидит, помогает вот этому фронту освобождения Вьетнама. Нам этого не надо. Северного Вьетнама. Поэтому поможем нашим братьям в борьбе против коммунистов. Денежно-кредитная политика. По мере того, как мы движемся к борьбе с инфляцией, мы стремимся взять под больший контроль денежно-кредитную политику. Монетаристы были успешно ограничены, но они были правы в некотором отношении относительно необходимости борьбы с инфляцией. В рамках компромиссного соглашения, достигнутого, мы согласились быть более активными в проведении денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции и обуздания Банка Англии. Поэтому в течение последних нескольких недель были проведены приговоры с Советом управляющих Банка Англии. Передействуя все более независимо, Банк технически все еще находится под некоторым контролем правительства. Поэтому мы наставили на том, чтобы они перестроили политику в соответствии с интересами правительства. После некоторых напряженных обсуждений, эти приговоры увенчались определенным успехом. Банк Англии согласился более тесто сотрудничать с канцлером и казначейством, пока мы движемся к борьбе с инфляцией и улучшением экономических ситуаций после наших предвыборных обещаний. Хорошие новости. Отлично! Сибирское советское правительство капитулирует, Джуков проиграл, победил Сорокин, победила Российская Республика. Замечательно, но мы неплохо так помогли, я еще ленд-лист хороший отправил, так что нормально. Короче, России теперь осталось победить только первым. И все. И замечательно все будет. Так, вопрос о воинской повинности. Ладно, я тут все это читать не буду. Кому интересно прочитать на паузе, давайте подумаем. Величить воинскую повинность? Подожди. Величить огневую мощь? Ну понятно, тут мы либо арту берем, хотя нет. Видишь, тут можно брать все что угодно. Это порешение. Там в ивенте другое. Так, но давайте посмотрим здесь сначала. Так, тут на артиллерию фактор. Тут фокус на механизацию. Ну я, наверное, выйду фокус на механизацию все-таки. Уже современная война скоро будет, поэтому давай механизацию возьмем. А в фокусе, в ивенте, сокращение воинской повинности не надо, потому что боевая готовность упадет. А тут мы увеличим воинскую повинность, сречение воинской повинности на 2000 дней. Инвизация дивизии минус 3, факторное безнаселение 5. Ну да, давай возьмем, потому что нам нужны люди. А у нас очень мало рекордов уже. Всего же 200 тысяч. Чтобы, допустим, еще танки пополнить. 24, чтобы дивизии было. Нам точно людей не хватит. Ты уже видишь, тут мало дырских ресурсов нам пишут. Поэтому это надо сделать. Опа! Не все так спокойно в Германии. Теракт в Кёнигсберге происходит. Интересно. Так, давайте привлекать американского потребителя. С великой промышленной мощью Америки прошло огромное богатство и процветание ее народа. Американцы являются крупнейшими экономическими потребителями в мире, поскольку большое количество американцев среднего класса теперь имеет необходимые доходы, чтобы позволить себе потребительские товары и услуги, в количестве которых были бы неслыханными еще совсем недавно. Если мы хотим расширить наш собственный экспорт, мы должны соблазнить этих богатых американских потребителей покупать британский товар. Платежный баланс еще улучшится. Маркетинг британской продукции в США будет начат. Так, теперь Пермское и Советское правительство объявляют Россию войну. Плохо, 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 плохо. Сколько там Булганина дивизий? Ну что-то дохера. Слушай, блин. Так Россию могут принести просто на изи. Я не знаю, как ей помочь. Блин, можем Россию потерять. Таким образом. Что там по решениям еще есть? Россию попробовать как-то помочь им. Нет. Ну блин, плохо. А, ну они еще не весь Лендлис получили, поэтому пока мы не можем отправить. Но будем стараться помогать Лендлисам отправлять. Давай постепенно ослаблять контроль за импортом. Импортный контроль был введен для того, чтобы помочь справиться с торговым дефицитом. Но теперь, когда мы добились определенного успеха в работе по его сдержанию, мы должны начать сокращать то, что в противном случае является утечкой для экономики и уровня жизни людей. Будет реализовано поэтапное ослабление импортного контроля, что предоставит нашим потребителям большой выбор и все преимущества торговли со свободным миром. Будет получать идея ослабленный контроль на импорт. Конечно, ТНП плюс 4% мы получим. Стабильность минус 3%, но зато скорость строительства плюс 6 будет. Тем временем еще Пермское советское правительство объявляет Туркестану войну. Туркестанское освободительное армии. Сколько у тебя дивизий? Ну, такое. Маловато. Но немножко хотя бы отличется. Хотя бы немножко отличется. Ну, когда русские примут весь ленд-лист, мы еще им отправим что-нибудь. Ну, короче, вот такой ленд-лист я им отправлю. 2000 ПВО, 1447 грузовиков, 1000 артиллерий, 3000 противотанкового оружия и 6000 винтовок. Все, я им это отправлю. Один раз. Да, все, один раз и давай. Поможем. А, ну американцы тут есть, кстати. Это хорошо. И даже китайцы. Даже китайцы помогают, красавчики. Против Булганина. Но будем надеяться, что Россия будет стараться побеждать. Все-таки. Потому что больше никак я не могу помочь. Только вот я не понимаю, почему только действительно есть возможность отправлять войска только добровольческие. Только американцы. Как так-то? Это очень обидно на самом деле. Почему я не могу помогать? Как американцы. Это было бы намного эффективнее. А то я только Ленд-Лизам могу помогать. Ну и миссиями всякими. Так, отлично. Мы выполнили там строительство. Еще одну магистраль М6, да? Теперь продлим трасс М1 до Ноттингема. Давай. Тем временем Перм, конечно, побеждает. Тут всех в Центральной Азии. Но Россия пока вроде неплохо даже держится. Неплохо даже идет в атаку. Ленд-Лиз все-таки помогает. Так, теперь давайте возьмем торговые связи с Содружеством. Самых пиковых дней империи страны, которые мы сейчас называем Содружеством, были нашими ближайшими партнерами в мире, которые все больше разделяют и вызывают беспокойство. Поскольку мы стремимся восстановить нашу экономику, строить и расширять торговые связи по всему миру, несомненно, одним из первых направлений, на которые следует обратить внимание, являются наши партнеры по Содружеству. Все это событие связи с Содружеством. Содружеством, сколько по времени. Но еще вот как раз этот фокус докачаем и закончим. Эх, все-таки эскалация во Вьетнаме началась война, которая решит судьбу Вьетнама. Короче, понятно. Южный Вьетнам, ой, Северный Вьетнам и Южный. В принципе, что-то похожее. То, что было в реальности. Надеюсь, мы тут сможем помочь успешно. Чем когда-либо. Но пока отправлять не буду, потому что они еще не весят надлисты. Во-первых, приняли, что-то не хотят принимать. Забирать его полностью. Так, что еще по решениям у нас тут? Будет ли на него решения какие-то? Ну, можем поставки опять в Бирму кинуть. Но пока не хочу. О, кстати, вот эту марионетку сделал. Тоже в зеленый цвет все перекрасилось. Блин, в Родезии все-таки гражданская война начинается. Ну, ладно. Республика Родезия наша. Тут должна, по идее, 4. 3 дивизии. Ну, тут танк, как бы, есть. Получше. Тут все лишь милиция у зомбийской. В окрестничьей республике должны победить, по идее. Потому что я им отправлял оружие. Так что они победят, я думаю, здесь. И все нормально должно будет быть. Так, по решениям. Что у нас еще по решениям здесь есть? Пока нифига нет. Связи с содружеством. Даже в быстро меняющемся мире в конце эпохи империи самые глубокие связи Британии сохраняются. Ее новые независимые партнеры по содружеству, поскольку Великобритания стремится углубить экономическую связь за пределами Европы, чтобы поддержать наши цели экономического роста и восстановления платежного баланса. Наши союзники по содружеству, особенно с развитой экономикой, многие из которых уже находятся в Торонтовском соглашении, безусловно, представляют одну из величайших возможностей. Наши торговые связи с содружеством были теснее во времена имперских преференций. Движение в сторону Европы и подъем американской экономики с тех пор разрушили эту систему. Однако, поскольку Европа была отрезана от нас на некоторое время, стоит рассмотреть более глубокий поворот обратно в сторону содружества. Старые связи остаются важными. Ну и также давайте возьмем уже следующий фокус. Тут уже обзор процентных ставок. Поскольку мы стремимся обуздать инфляцию, мы должны работать с Банком Англии в пересмотре процентных ставок. Это возможность поработать с некоторыми из наиболее монетаристских членов нашей партии. Мы должны избегать поспешных действий, которые могут подставить под угрозу наш экономический прогресс. В общем, на этом мы закончим. Так вот, провели новые выборы. Проводим новые. Продолжаем, точнее, проводить реформы Баттлера после выборов. Вот. Экономику, торговлю восстанавливаем. И армию тоже в целом. Тоже прокачиваем. Помогаем тут России. Помогли в одной войне против Жукова. Сибирского советского правительства. Теперь помогаем России против Пермского советского правительства тут побеждать. Вот. Ну и деколонизация продолжается. Продолжается. Не знаю, насколько все это успешно у нас получается. Мне кажется, не очень. Немножко, как-то мне кажется, я не очень понимаю вот эту систему баланса сил. Что как бы в чем смысл-то? Просто, чтобы не допустить крах империи. Типа деколонизация, чтобы проходила такая более мирная, постепенная. Вот так вот, что ли. И что будет, если как довести до того, чтобы просто было единство, содружество. Или это просто только ради бонусов сюда надо идти. Потому что здесь мы просто дебафы получим. Ну понятно, нельзя допускать дебафов. Я как понимаю, но... Единство, содружество. То есть империю все равно сохранить нельзя. Это просто содружество. Чтобы все бывшие колонии с нами дружили. В этом, наверное, смысл. Напишите в комментариях, кто понимает смысл этой механики. Я ее не до конца понял. В общем, на этом все. Подписывайтесь на канал. Обязательно комментируйте. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что трех слов помогает в продвижении видео. И также подписывайтесь на телеграм-канал и на твич-канал по ссылкам в описании. И знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok